19-летняя Светлана Кирьянова – воспитанница детского дома Сосьвы. Много лет назад в Верхней Салде она обрела приемную настоящую семью. А вот в очередь на жилье ее ставят в далеком и давно неродном городе. Целеустремленная Света пытается отстоять свои права на жилье здесь, по месту жительства и своих перспектив. Я в такой жизненной ситуации оказалась, деваться некуда, поэтому нужно ходить, добиваться своей цели. Я хочу получить жилье в городе Верхняя Салда. Там, где меня поставили на очередь, туда я возвращаться не хочу. И категорически нет у меня перспективы туда ворачиваться. Тем более я учусь здесь и хочу дальше продолжать свою карьеру на ВСМПО. Социальное жилье было одной из самых острых тем приема по личным вопросам. К каждому из посетителей Татьяна Георгиевна обрисовала реальные перспективы и дала надежду на содействие областных структур. Конечно, вы давно не строили жилье для детей и сирот. Сейчас вот начинаете. И это сказалось, вот уже трое ребят на прием пришли. Но я приеду, я еще посмотрю, переговорю с фондом жилищного строительства, который отвечает за предоставление сирот. Евгения Сергеевна сказала, что обещает 40 квартир. Но я думаю, что одно за другим надо уже выкупить, чтобы мы обеспечили. Тем более все трое вот этих ребят учатся в авиатехникуме вашем. У них есть перспективы рабочие. Мы должны здесь просто идти навстречу. На прием к Татьяне Мерзляковой шли не только социально незащищенные категории граждан. Александра Николаюк сама сотрудница социальной сферы. О приезде уполномоченного по правам человека узнала случайно. Но решила не упускать такой шанс в борьбе за комфортное существование. Семья девушки и все остальные собственники квартир в доме страдают от одного нерадивого соседства. Если люди проживают в многоквартирных домах, они обязаны учитывать права и интересы других жильцов этого дома. В моем случае возникла ситуация, когда жильцы, держа у себя большое количество кошек, не осуществляют за ними санитарный уход. Естественно, что запах распространяется полностью на весь подъезд. От них бегут тараканы, которые бесконечным травям они появляются. И вот это было просто те письма, которые я направляла в различные инстанции, приходили ответы. Это формально были выдержки из закона, это были отписки. Обращались к Мерзляковой и с вопросом о нелегальной продаже спиртосодержащих жидкостей, о состоянии зданий городской больницы, о ветхом и аварийном жилье. Прием по личным вопросам получился насыщенным, но перед ним Татьяна Мерзлякова посетила социальное учреждение города, реабилитационный центр для несовершеннолетних, изолятор временного содержания и та же заглянула в кадетскую школу. Очень обязательная поездка в изолятор временного содержания. Он сильно изменился к лучшему, хорошо отремонтирован, проветрен. Есть прогулочный дворик, сейчас два даже прогулочных дворика. То есть к изолятору временного содержания нет ни одного вопроса. Я не всегда посещаю школы, но после того, что случилась беда у нас подряд, прямо одна, вторая, третья, когда 13-летние, 14-летние девочки себя показывают, особенно Березовская, когда забили инвалиды, это страшно. И поэтому я побыла вот в этой школе кадетской, и мне, я еще раз говорю, мне понравилась и атмосфера, и аура, и директор, и дети, и школы, и интернат, а детки какие хорошие. Вот, я понимаю, что они все непростые, но вот эта атмосфера открытости, в которой живут дети, эти уроки, где мне все понравилось. В завершении рабочего дня уполномоченный по правам человека обсудило обращение салдинцев с представителями местной прокуратуры.